Не ради прибыли, а по велению сердца. В Белгороде впервые наградили благотворителей года. Орден вручается отдельным лицам и организациям, внесшим весомый вклад в развитие общественной жизни. Но главное – ведущих активную благотворительную деятельность. Кто достоился высоких наград, расскажет Наталья Рединская. О своей помощи они почти не рассказывают, просто делают. Развивают социальные объекты, поддерживают молодые таланты, жертвуют средства на реконструкцию памятниковых храмов, оказывают адресную помощь. Чтобы отметить лучших благотворителей, в этом году в регионе учредили особый орден. Восьмиконечная серебряная звезда – не очередной знак коллекции. Это благодарность всего региона за реальные, бескорыстные дела. На нашей земле существует целый ряд почетных наград и древней, которыми отмечается трудильно, благо и во славу Белогорья. Безсловно, каждый из них имеет свой солидный общественный вес. Но, без сомнения, орден Благотворитель года, который мы впервые вручаем, занимает особое место в славном созвездии Белгородских наград. И в этом заключен огромный нравственный смысл. Этого орденом достаиваются те, кто, добившись жизненных успехов, бескорыстно и обильно творят добро, радеют о благополучии, о просвещении, о здоровье, культурном обогащении и духовном благополучии белгородцев. Орден имеет три степени. На первой церемонии награду получили шесть благотворителей. Социальную направленность своей работы компания Агробелогорья проявила с первых дней образования. И этого принципа придерживается уже девять лет. Список реализованных проектов впечатляет. За последние три года объем благотворительной помощи компании превысил 350 миллионов рублей. Орден Благотворитель года первой степени вручили председателю совета директоров группы компаний Агробелогорья Владимиру Зотову. Наша компания уже не первый год занимается от души и по зову сердца работой, связанной с обустройством, с украшением нашей области. Но чтобы вот такая награда сразу как-то к нам пришла, мы об этом даже не думали. Мы горды, мы счастливы. И я, конечно, в том числе как руководитель проекта. Поэтому думаю, что еще мы подарим жителям и гостям города Белгорода немало приятных сувениров в качестве украшения нашей белгородской земли. Благодарность за воспитание здоровой нации. Обладатель ордена Благотворитель года третьей степени Владимир Тибекин. В 2012 он основал благотворительный фонд содействия здоровому образу жизни «Айсберг». Работа направлена на поддержку молодых перспективных спортсменов. За последние два года фонд пожертвовал более 116 миллионов рублей. Финансовую помощь получили Федерации бокса, кикбоксинга, спортивных единоборств, художественной гимнастики, Федерация спорта глухих, слепых, лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Активно выделяются денежные средства на строительство и ремонт храмов, больниц, сохранение исторического наследия. Может, это еще побудит многих людей, не только меня, и таких же людей, как и я, бизнесменов, чтобы так же, как те, кто наградили, старались помогать людям, детям. Очень почетно. Высоких наград удостойны председатели Совета директоров агропромышленного холдинга «Белгранкорм» Александр Орлов, президент агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктор Линник, индивидуальные предприниматели Александр Исаков и Александр Вербенко. Эффект их работы трудно описать словами или выразить в денежном эквиваленте. Каждый день благотворители делают максимум возможного. Для общества, для малой родины, для своей страны. Наталья Рединская, Павел Емелин. К этому часу Белгород. Продолжение следует...